МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители и гости нашего канала! С вами ВМЗАП, меня зовут Павел. И сегодня у нас будет интересное видео, посвященное еще одной операции, которую мы осуществляем в нашем сервисном предприятии. Будет касаться фрезеровки головки блока цилиндров. У нас есть видео, где мы рассказываем о опрессовке. Сегодня мы поговорим с вами о фрезеровке. Для этого нам понадобится в нашем случае замечательный станок координатно-расточной, японский, марки Митсуи Сиеки, Мотели G6B, предназначен для выполнения огромного широкого спектра высокоточных работ, но мы будем его использовать на самых минимальных его возможностях. А именно, фрезеровать поверхность головки блока цилиндров. Это у нас головка уже отфрезерованная, но сегодня мы покажем весь технологический процесс, как мы будем это делать. Опять же, станок координатно-расточной будем осуществлять с помощью вот такой вот фрезы, которая через специальную оправку уходит, крепится шпиндель. Здесь у нас режущий инструмент, точно модели марку не скажу, но предназначен для обработки как раз нержавеющей стали и какой-то твердых сплавов и прочее. Но как раз для нашего вида работ подойдет как нельзя лучше. Ну все, начнем, приступим. Итак, ребят, смотрите, сегодня мы будем с вами проходить головку блока цилиндров с двигателем D4CB. Самый наш популярный двигатель, ну у нас в сервисе по нашим обращениям. Конечно, специалисты некоторые скажут, которые понимают, что мы собрались микроскопом гвозди забивать. Но, как говорят на юге, кайф имеем, не можем себе позволить. Поэтому, смотрите, начнем с чего. Головка у нас разобрана, валы распред удалены. В идеале, конечно, это все надо ложить на параллельке, но так как у нас стол идеально ровный, плоскость головки прижимная тоже у нас ровная. Мы сейчас предварительно ее возьмем, промеряем. Прикинули линейку специальную. Сунули щупу, он туда залазит практически, потому что у нас пока нету меньше щупа. Кстати, я не знаю, по-моему, не представил. Это Евгений, наш специалист. Прошу любить и жаловать. Будет серия видео с ним по ремонту моторов, гильзовки, хонинговки и прочее. Так что, впоследствии познакомимся. Что мы делаем дальше? Сейчас давайте мы закрепим на столе. И, в принципе, попробуем пройдемся. Ну, все. Так, в общем, мы закрепили головку на столе с помощью специальных прижимов. Сейчас мы будем пробовать выставлять резцы. То есть нам надо понимать, какая самая высокая точка. Но мы сделаем, так как это видео такое обзорное, сделаем элементарно просто. Касание резцом произошло. Отводим, опускаем там на 2 сотки, на 3 сотки. И проходим. Задний проход смотрим, сколько убирает. Ну, и там уже прибавим. Сейчас мы проверим, да, как у нас проходят резцы над головкой, чтобы за один проход у нас вся плоскость сразу закрывалась. То есть, ну, отцентруем, выставим. Сейчас с пиноли поиграемся. Опустим вниз на должную глубину. Там у нас закреплен индикатор наверху. Все, настроили по краю, что у нас правый резец как раз за края выходит, левый тоже. В принципе, у нас теперь головка должна за один проход, плоскость пройтись. Сейчас мы отведем ее назад, прицелимся. По всей плоскости пробежимся, посмотрим. Ага, везде проходит. Да, вроде чудесно. О количестве оборотов, на которых будем шлифовать станок, позволяет максимальное число оборотов 2000, но мы будем проходить ее на оборотах 350. Подвели резец для касания подголовку. Сейчас коснемся. Настраиваем индикатор. Выведем его на какое-нибудь значение. Нет, это значение надо, от касания потом. Ну да. Сейчас мы проверим вылет резцов, как у нас правильно, неправильно. То есть, грубо говоря, у нас зазор между резцом и головкой. Сейчас воткнем щуп, посмотрим, какой щуп залазит. И дальний резец. Потом проверим, выставим, чтобы они у нас сточили на одинаковой глубине. Так, щуп десятка у нас заходит. И то, и в первом, во втором. Это обои одинаковый. Одинаковый зазор у нас. Следовательно, у нас резцы выставлены правильно. И будет снимать одинаковую глубину. Все, сейчас, наверное, делаем касание. Отводим, опускаем. 0,05 возьмем, пройдем, наверное, за проход. Теперь проводим момент касания. Плавно поворачиваем штурвал. Вот, зацоково. Все, касание есть. У нас в начале головки. Будем от него сейчас и выступать. Индикатор вывели на нулевое значение. И опускаем, как мы обусловились, 5 соков. Ну все, поворачиваем ручку, следим за индикатором. Вот, ровно 5, да, на индикаторе вот показывает 5. Ну и все, поехали. Можем увидеть, что работа пошла. Все, фреза отрабатывает, стружка полетела. Ну и все, ждем результата. Так, пока у нас процесс идет, давайте поговорим о прижиме. Почему мы зажали именно так? Они по краям, в принципе, у нас тут есть отлив, выступ. Да, удобно было бы, казалось бы, тут зацепиться. Но если мы зацепим спереди и сзади, спередняя и задняя часть, то мы ее можем искривить на столе. Поэтому зажимаем ближе к центру, потому что у нас есть две плоскости головки. Правая и левая. Зажимаем посерединке. И все, у нас головка должна плотно лежать на столе. После того, как ее снимем со стола, раскрутим, она будет ровная. Без всяких закручиваний и изгибов. Итак, мы сделали один проход. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Плоскость у нас получилась. О чем свидетельствует рисунок прохождения резца крест-накрест. Следовательно, плоскость у нас идеальна. По стыку, где прокладка проходит, мы видим, что остались маленько насечки. То есть в идеале это все еще можно на раз пройти. Так, давайте сметемся это дело. То есть у нас осталось, где прокладка сидела под посадочную, вот тут на стыке, газовый стык, так сказать. Ну, есть предложение снять еще в половину. Мы сняли пять соток. В пять соток еще половину, где-то две с половиной, три сотки снимем. Я думаю, данные неровности у нас уйдут. Ну, по следу работы резца видно, что плоскость идеальная. Вибраций никаких нет на фрезе. Поэтому все, проходим еще три сотки и радуемся результату. Итак, мы с вами пробежались. Суммарно у нас получилось восемь сотых. Так, для обывателя, чтобы было понятно. Ну, считается, что человеческий волос четыре сотых. Мы сняли два человеческих волоса. Опять же, ремонтные прокладки начинают с 0,05. То есть, после нашей обработки никаких ремонтных... Ой, прошу прощения, 0,05 ремонтные прокладки. То есть, после нашей обработки не требуется никаких ремонтных прокладок. На обычную стандартную прокладку садим. И все, и поехали. Все, смотрите, что мы видим. Все неровности от газового кольца у нас исчезли. Давайте сейчас мы сдуем воздухом. После второго прохода все неровности, которые нас смущали, исчезли. Поэтому, ну, можно сказать, плоскость у нас теперь идеальна. Все, головка готова к установке, к монтажу. Сейчас еще для очистки, так сказать, совести кинем линейку. Измерительную линейку ложим на плоскость. Попробуем сейчас, Евгений, ставить щуп. И убедиться, что плоскость у нас идеально ровна. После нашей фрезеровки. Берем самый минимальный щуп. Сколько там? Пять соток. Элементы, которые могли попасть. Лишнюю стружечку. Она забита, поедем. А, износилась. Все, и пробуем щупом. Проверяем индикатором. Ну, никаких провалов. Провалов, как мы видим, нету никаких. Поэтому плоскость идеально ровная. Мы можем еще и вот так проверить. Диагональку. Для всякого случая. На кручение. По краям. Тоже все у нас идеально. Так, проверим. Сюда нет. По местам стыков вот даже видно, что он вообще идеально лежит. Ну, в общем так, дорогие друзья, клиенты, гости нашего канала. Всех приглашаем за оказанием услуги фрезеровки головки блока цилиндров. Работу осуществляем быстро, в течение дня, в день обращения. Стоимость услуги варьируется, поэтому заранее узнавайте. Берем в работу любые, в принципе, головки блока. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Следите за новостями. Ну и все, всех благ. Всем не ломайтесь, люди. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok